Российский рубль сегодня стремительно отыгрывал то, что было потеряно за предыдущие сутки. На выходные и первую половину понедельника Центробанк зафиксировал за доллар 80 рублей 57 копеек на 3 рубля ниже вчерашней планки. За евро почти минус 4 рубля 87.23. Биржевые котировки потом еще продолжали снижаться. Сейчас доллар уже ниже 79, евро ближе к 89. Укрепилась и нефть. 31,5 долларов за баррель по сравнению с минимальными за много лет 27. За всем этим, конечно, можно наблюдать, но от некоторых решений, способных повлиять на семейный бюджет, эксперты предостерегают. Репортаж Натальи Семенихиной. Биржевые настроения на табло обменных пунктов. Накануне тут 5 раз прибавляли по рублю к доллару и евро. Сегодня вычли даже больше. Клиенты есть, валюта тоже. Правда, не везде в нужном вам количестве. Сейчас есть, если сегодня 3 тысячи покупаю? Могу 1700 сейчас. 1700 продать. А почему? Нет больше? Нет, он коса точно не будет. Но это момент технический. По телефону можно заказать любую сумму. У каждого банка есть определенная система по заказу валюты, по ее доставке в те точки, которые клиент желает ее обменять. И понятно, что делается предварительный заказ на более или менее крупные суммы. Но это стандартная практика, она существует в любой момент на рынке, просто потому, что банку невыгодно в кассе держать большой объем, как валюты, кстати, так и рублей. В банках, говорят, готовы даже к ажиотажному спросу. Сколько хотите, столько обменяем. Но пока валютные перепады не привели к росту сделок. Мы в течение 2016 года все-таки прогнозируем, что цены на нефть в целом будут не ниже 30 долларов за баррель. А это значит все-таки, что если говорить о том, что рубль напрямую связан, цены на нефть, он не должен опускаться далее. Поэтому я думаю, что вот то, что сказал наш специалист национальный банк о том, что он где-то достиг своей реальной стоимости, я думаю, что это справедливо. Население ведется очень спокойно. Никаких-то изменений в поведении нет. Поэтому я думаю, что россияне в определенной степени у нас народ мудрый, грамотный уже. И я думаю, что уже учел все эти факторы. Сегодня нефть резко росла в цене. Плюс 8% на выходные уходим с поправившимся валютным курсом. А что в понедельник, наверняка не скажет никто. И хоть в обменниках спокойно, эксперты признаются, их завалили вопросами, что будет, что делать. В прогнозах профессионалов на первом плане слово «если». Если Иран, Китай, Соединенные Штаты, и это еще не весь список. А значит, не профессионалам, тем, кто следит за курсом по уличным табло, лишний раз лучше не рисковать. Чтобы никак в декабре 2014-го евро по 100 рублей пока не отыграли. Если вы не профессиональный игрок на валютном рынке, то использовать валюту для того, чтобы заработать какие-то деньги, наверное, неправильно. Если у вас есть какие-то затраты, которые вы планируете совершать в валюте, то валюту можно купить. А так, на особенно каких-то коротких промежутках, типа полугода или года, лучше держать средства в тех деньгах, в которых вы планируете тратить. Хотите потратить рубли? Купите что-нибудь нужное, советуют специалисты. Подчеркиваю, нужное. Не как в 2014-м с его несбывшимися надеждами продать втридорого лишние холодильники и телевизоры. За год рубль потерял к доллару 41%. От силы на 30% подорожала самая популярная техника. Это на прилавке. С рук за такие деньги никому не надо. У нынешней курсовой волны свои особенности поведения покупателей. Вещи берут в кредит. Кредит прямо в торговой точке. Обычно в январе заемные деньги мало кому нужны. А сейчас, как перед Новым годом, реклама, акции, производители электроники подогрели. Говорят, повысим цены. Дело в том, что фактически стоимость их товара номинирована в долларах. И когда они ввозят его сюда, стоимость его пересчитывается в рубли. И, соответственно, из-за того ослабления рубля, которое мы наблюдали в последнее время, мы увидим рост ценников на эту продукцию. Вот только с кредитом цена может быть еще выше. Займы в магазинах, они самые дорогие. 30% годовых, а то и больше. И важно понимать, как отдавать. Эксперты советуют посчитать. Может не тратить деньги. Сохранить. Положить в банк по рублевым депозитам от 9 до 12 годовых. Позже снять и без долгов купить, что хотели. Пусть и по новой цене. Просто сейчас такой рынок, когда потребитель с деньгами, он хозяин положения. То есть, если один продавец не продал, скорее всего продаст другой. Если не сегодня, то часто завтра. И динамика цен, особенно на такие позиции, как телерадиотовары, где довольно силен технический прогресс, и каждый год там появляются новые модели, она весьма вялая. Они и раньше отставали от инфляции в обычное время без всякой девальвации рубля. И сейчас эта картина сохраняется и часто становится заметнее. Вопрос, что делать, задают, впрочем, и хозяева валютных сбережений. Может быть, пора поменять уже все на рубли. Как говорят финансисты, зафиксировать прибыль. Но и тут эксперты советуют не торопиться. Дождаться устойчивого разворота. А пока менять деньги только для спланированных покупок. Наталья Семенихина, Наталья Голуб, Владимир Беляев, Сергей Воскобойников, Первый канал.